Что ж, наконец я открыл нашему танку двигатель, теперь мы будем более умело сражаться на нем, более скорость развивать, что очень хорошо. Видите, у нас... Да, я понял, что надо сделать. Вот, есть КВ-1, и он довольно бронирован, поэтому мы не успеваем там далеко пробить ему, но мы можем взять вот эти вот снаряды сороковые, у них дичайшее пробитие, и можем хорошо его выносить. А против Т-34 использовать вот эти наши обычные стоковые снаряды. Ой, ёшкин-матрёшкин, как ты тут нарисовался? Вот, стоковые снаряды, и благодаря им наносить огромные повреждения, потому что у них масса большая. А на больших дистанциях и против тяжело бронированных танков мы можем использовать вторые, кумулятивные снаряды. Ой, кумулятивные ещё, говорю, подкалиберные. Так, давай, мэн, мне налево, тебе как? Тебе направо, да? Ну, вообще же тут, наверное... Нет, смотрите, нормально он там съехал, без повреждений. Ну, вообще кто-то должен обязательно туда ехать, потому что если там линию Гоггисы нам прорвут, то тут уже наших с фланга обойдут просто. А мы как раз очень хорошо умеем сдерживать, потому что у нас лобовая броня хорошая, и башня отлично как бы так себя ведёт. Мы резвые, можем подъезжать, отъезжать, там разводить противника, понимаете, выстрелить, отъехать, и нам это даёт большие преимущества. Ну, плюс стабилизация, смотрите. Ну, как по мне, это, видите, неплохо, в принципе. То есть это мы сейчас ещё по грунту едем, видите, но, в принципе, вот так вот можно сходу попасть при должном мастерстве. При должном мастерстве можно попасть, конечно. Так вот, бам! И вот в этот кустик. Бам! Кэшен, успокойся, просто успокойся. Так, ну ладно, давайте в углубление Гоггиса заедем, и постараемся пострелять те, кто из пещеры поехал. Вряд ли кто-то сейчас раньше доедет нас сюда вот. Конечно, надо это учитывать, как вероятность, но я сомневаюсь в этом. Всё-таки мы наверху появились. О, кстати, смотри, это с нами, с нами шустрый парень. Стой, ман, аккуратно. Не балуй. Да, я тут постреляю. Пацанчиков. Так. Видите, как говорится, если мы видим его, то и он видит нас. Но нам тут хорошо, в отличие от него, стрелять. Так. Но всё-таки, да, довернуть было бы неплохо, но... Так. Давай, ман, там он... Хорошо уже мы ему пробили. Ой, тихо. Вот тут, видите, может через эту щелочку ему навешивать. Сквозь дерево. А он нам ничего не может сделать. Нет, смотрите, ствол... Он попал в эту дырочку. Какой молодец, хочет отъехать. Но не успел. Ладно. Ну что, давайте их тогда прорывать тут. У нас ствол повреждён, но это... Не критическое пока повреждение такое. То есть... Мы стрелять можем. Кстати, ребят тут в углублении сейчас... Пытаются укрепиться, но я думаю, что просто... Нет того, кто их там может... Встретить. Точнее, того, кого они могут встретить. А вот тут мы можем ещё хорошо их прорвать. Там... В пещере Гогиса. И потом... Просто с тыла их или с фланга обойти. Я даже не знаю. Я, наверное, поеду флангом обходить. Я вижу, что там наш уже... Шустрый танк далеко уехал. Не знаю, один он мало чего, наверное, сделает. Может только отвлечёт. Главное, чтобы он там не отдался. А лучше, чтобы он там и хорошенько настрелял. А я постараюсь тут... Ну да, я... Всё, я понял, где они. Да, наверное, надо ехать с компанией. Потому что тогда мы сможем их с тыла объехать. Не уверен, правда, что наши там сдержат. Вот совсем в этом не уверен. Да. Кто-то должен тут поехать. То есть кто-то... Просто кто-то тут должен поехать, понимаете? Я думаю, они там вдвоём справятся. Тем более им нужно время выиграть. Пока противник не доехал до точки Б. Надо его тут задержать. Так же, давайте поднимемся сейчас тут. И будем вот тем, кто там, оказывать давление. С выгодной для нас позиции. Так. Видите, сейчас, возможно, вот тут кто-то, например, нарисуется. Так. Аккуратненько, Гошенчик. Так, поглядывай туда. Всё, отлично. Вот я обожаю такие места. Вот, смотрите. Видите? Противник, получается, открыт. Так. Бам. Бам. Двигатель. Всё, видите, переводится на нас. Так. Ему ещё надо на нас, разумеется, свестись. Так. Матрица тащит. Так. Отлично. Всё, нет, это не вариант. Надо отъезжать. Ну, главное их сейчас задержать, пока там наши их с тыла пытаются обойти. Эти парни просто не хотят даже тут ехать. Не хотят просто стоять. Так. Попали мы ему хорошо сходу. Вот, теперь попробуй тут проехать, как говорится. Без последствий. Так. Ага, поехали, смотри-ка. Так. Не пробили! Чё, остановится? Нет, смотрите, не останавливается. Всё, этот подожжён. Не знаю, может он потушится, конечно. Надо его добить. Как можно быстрее. Так. Так. Живучий, да какой? По-моему, он не собирается тушиться. Так. И... Теперь мы можем вот этого попытаться тоже вынести. Не уверен, что он... Вполне вероятно, что он на нас сводится. Да, так и есть. Давайте ещё разок выстрелим. И... Отъедем. О! Развели его на выстрел. Эти у КВшек очень... Хорошая перезарядка. Надо было выше брать, конечно. Так. Эти пытаются он уйти, потому что его... Двух флангов тут накрывают. Ой. Не вижу я толком, но думаю... Думаю, надо отъехать. Всё, вот так вот. Он может думать, что я тут ещё, конечно. Но это неправда. Давайте... Видите задом, как наш танк шикарно сдаёт. Потому что у нас двигатель не повреждён. Всё, с тем мы тоже разобрались. Кстати, смотрите, нас тут... С тыла. Ну как, не с тыла, а вот тут, короче, противник был уничтожен. Не, не уничтожен. Он ещё жив. Надо его обязательно тут вынести. Так. Сейчас я только не понимаю, где он? По идее вот он. Что за ерунда? Где он? Куда-то он делся, короче. А, вот он. Нет, Гошан. Ладно. Надо ему... Блин. Что происходит? Гошан. В мехводы ему. Заряжающего ему выбили. Это очень важно, на самом деле. Тек. Давай. Умирай. У нас артиллерия бьёт. Надо вот сюда ему пробить. Чиниться надо ещё при этом. Ой, там к нему союзник ещё едет. Всё, с этим мы разобрались. Но мы очень неудачно выехали. Просто. Просто на расстрел. Так. Ой. Эх, к сожалению, из того боя меня... Ну, меня не то, что выкинул, у меня компьютер повис. Поэтому я даже не знаю, как мы там победили или проиграли. Видите, нам очень много опыта, кстати, дали. Давайте посмотрим. Тут, наверное, есть какая-то история. Я даже не знаю. Так. Да, мы проиграли. К сожалению. Вот. Не знаю, как так получилось. Но ладно, давайте тогда ещё один бой я проведу для без купюр. Раз уж вылетело. Ну, видите, можно... То есть я вообще не вижу какой-то сложности за немцев играть против советов. То есть может быть на низких там рангах. То есть и штук хорошо себя показывает как ПТ-САУ. И вот этот F4 вообще шикарен, как по мне. Ну, то есть надо так вот подставлять свой перед, использовать двигатель, там как-то объезжать противника. И на этом танке очень легко это делать. То есть надо этим пользоваться. особенно если вы можете где-то снизу противника пострелять. То есть вы можете сверху очень хорошо вниз настреливать за счёт того, что пушка опускается. Ну, как раз Кубань. Давайте. Давайте. Давайте, Кубань. Думаю, сейчас будет примерно такая же ситуация. Она всегда примерно такая же. Тра-та-та-там! Пу-пу-пум! Так, стоп, подождите. Нет, давайте не так сделаем. Давайте сделаем вот так вот. Ээээ... Бой. Ну, то есть, видите, тут-то у противника может складываться обманное такое впечатление, что линия Гогиса бесполезна, потому что она далеко находится от точки, там ля-бля-бля-бля-бля. Но, по сути, мы... Ну, мы же не виноваты, что противник недооценят. Кстати, смотрите, вели Витя этот состаренный, а этот такой новенький танк. Да, в новенький, конечно, стрелять в новенький приятней, скажу. Так что, я вот что говорил, что недооценивают сейчас. В общем-то, и раньше недооценивали Кубань, и многие я бои за счет этого выигрывал, просто даже там криво стреляя или еще что-то. Просто за счет того, что, ну, это очень хорошее место, тут надо учиться использовать все стороны. Фактически, там на линии Гогис тоже вот чуть-чуть не так вылезешь, чуть-чуть там и ловишь. Главное понимать, что почему-то ошибся. Ну да ладно, ну да ладно, еще мы успеем поошибаться, проанализировать наши ошибки. Сейчас там хорошо, видите, мы можем с F4, другой, тоже вот так вот поехать вдвоем. Значит, он там стреляет, наверное, расстояние замеряет, может, стабилизацию тестирует. Тут всегда план такой, но я имею в виду именно в этой игре, когда без возрождений и когда одна точка, точнее две, ну, как бы у каждой, когда базу надо схватить противника, типа, вот сюда надо ехать, ну, хотя даже, даже когда три точки вот сюда надо ехать, я так думаю, если вы появляетесь на верхнем респауне за нижнюю базу. Так. Ну что ж, посмотрим, какой там хулиган укрылся. Да, еще в том бою так вообще не в тему вылетело. То есть, непонятно. Так, видите, да, довольно много тут чуваков поехало. Так. Все, этот горит. Ну вот, сейчас, видите, такое существует типа бага, что сквозь землю можно убивать. Частенько я тут подлавливаю танки противника, я вам скажу. То есть, многие игроки... Ой, что-то у нас тут лагает слегка. Совсем слегка. Да ешкин, матрешкин, что происходит? Так. Наводчик. Все. Оу. Вон там. Давайте, ладно, потанкуем, чтобы нашего союзника не убили, пусть он проедет. Он там может очень хорошо им нашинковать, на самом деле. Видите, мне ему не попасть, потому что, хоть он горит красно, на самом деле, он там находится за горой. Так, надо что-то подождать просто. Они нас хоть и попадают, но все это весьма сомнительно. А, во, я что-то вижу там кусочек. Так, ему. Так, что-то к нас потрясывает. Да. Я думаю, сейчас там наш Каноэ Субару их просто разберет. Нам главное их на себя отвлекать, чтобы они на него не обращали внимания. Воу-воу-воу, как нас трясет-то, смотрите. Попали. Очень хорошо мы его крытанули сейчас. Ствол, но это нормально. Нам не все, привод горизонтальный, он уже, ну, в принципе, его можно оставить нашему союзнику, но я решил его забрать все-таки. Кстати, смотрите, нашего союзничка пытаются обойти. Можно подстраховать, в принципе. Так же. Или как? Что-то я не пойму. Он, в смысле, он просто уехал. Ну, сейчас немножко другая игра, чем в прошлый раз. Сейчас я не поеду на линию Гогиса, потому что противник, в прошлой партии, он прям вообще полез жестко через правые там линии пушить, а теперь, видите, он тут решил проехать. В большом количестве, и видите, если вот здесь проедет, то у нас могут быть проблемы. То есть, в принципе, они примерно так же ломятся, но теперь мы можем их с фланга обойти уже вот здесь. Видите, вот, например, вот этого. Так. Давайте отъедем. Нет, с этим, по-моему, вообще нас не сводится. И за это он поплатился. Так, а мы знаем тем временем, что у нас там противник. По-моему, его все-таки уничтожили. Так, и вот этого надо тоже забрать. Где-то вот так вот. Нет. Нет, 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 я шагу. Давайте разок выстрелим и отъедем. Так, увернулись мы. Не знаю, прогорит он или нет, но лучше подстраховаться. Так что, эти все огнетушители, это кто еще мракобесие. Так, остался вот этот. Ах! Не пробил я его. Похоже, не пробили, говорит. Так, ну что, этот мэн тут сейчас будет стараться нас как-то объехать. В принципе, ой, слушайте, вот это вот совсем мне не нравится, если честно. Хорошо, что он на нас не сводится. Я вижу, что нас при том хорошо мы его, гертоноли. Я вижу, что нас там пытаются слева еще обойти. И у нас тут численный перевес, поэтому давайте вдвоем на него гасить. Ой, что, только не говорит, что я опять на пень наехал. Мастер по ней Гошаныч. Так, давай, Гошан. Господи, как ты их находишь вообще? Тихо, отъезжаем. Надо отсюда уехать поскорей. Все, мы это сделали. Так, я знаю, что там справа еще КВ-1, но тут у нас союзник. Видите, по нему накидывает. Его, в принципе, там справа могут прикрыть, то есть мы просто нагло лучше нам не высовываться, как вы понимаете. Но мы его вообще ваншотно сейчас можем. Если ему мехводы пробьем. Ой. Вот сюда. Так, и там еще остался КВ-1, насколько я понимаю. Да. Надо его найти и обезвредить подставляются. Видите, вот туда вот едут по этой наклонной линии и подставляются. Нас могут слева объехать, но только если это будет немец. А немцев тут нет. Поэтому у Советов просто так пушка не опустится, как вы понимаете. так что если он там даже на холмы выйдет, он оружие свое не опустит на нас. Так, ну что ж. Слушайте, здесь как-то очень все опасно выглядит. Но я все-таки думаю, я довольно целый и вдвоем мы можем продавить и все-таки мне надо танчить. Так. Давайте вот постараемся их с тыла объехать. А, все, он один остался вообще. Давайте просто нагло его поедем задавим. Сейчас пока он там, он наверняка там ныкается. Вот здесь очень надо аккуратно, я вам скажу. То есть просто вообще не торопиться аккуратно. Все, съехали. И теперь мы, можно сказать, сейчас на него свалимся. Сейчас, наверное, штук там на него выезжает и будет ему пытаться пробивать. Так. Да, он там один, кстати. Он, походу, хорошо играет, судя по тому, что он в топе. Вот, но мы его уже обошли. Тихо. Бам. Ой, Гошан, ты что, не стабилизировался, что ли? Все, ладно. Я, конечно, рисковал, если бы в другой ситуации я бы не стал так торопиться. Но, видите, немцы вполне себя хорошо чувствуют против советской техники. А что такое-то? Меня союзники стреляют. А, у них еще кто-то есть. Жуть какая. Что-то я не понял. Да не вроде. Да, все, мы выиграли. То есть, видите, немцы себя хорошо чувствуют на самом деле против советской техники, поэтому не нужно их так недооценивать, просто надо нормально играть, учиться, точнее, играть против советов. и все будет хорошо. Такая вот интересная игра получилась. Хорошая победа, мне понравилась. Надеюсь, вам тоже. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будьте счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч.